Легенды Куйбышевского и Ленинградского футбола выходят на поле стадиона Металлург. Исторический матч ветеранов Крыльев Советов и Зенита приурочен к двум юбилейным датам. 110 лет самарскому футболу и 70 с первого матча двух этих клубов. По иронии судьбы, в этот же день, но уже в Санкт-Петербурге, играли команды мастеров в чемпионате Премьер-лиги. Всегда хочется, чтобы наши выиграли. Конечно, будет непросто Крыльев Советов в Санкт-Петербурге, но мы всегда болеем за победу и всегда верим в свою команду. Счет какой-то? Счет очень трудно предположить. Мне бы хотелось, чтобы счет был 2-1 в нашу пользу. На Металлурге первыми захватили инициативу ветераны Крылышек. Повели в счете 1-0. Команда с берегов Невы в газон лицом не ударила. Чемпионы Советского Союза 1984 года какое-то время были в роли догоняющих. Но все-таки вышли вперед. 3-2. Однако в конце второго тайма Крылья Советов добились ничьей. 3-3. Такая результативность порой не по плечу и молодым профессионалам. А средний возраст играющих в этом матче ветеранам порядка 50 лет. И они до сих пор в отличной спортивной форме. Футбол это наша жизнь всех ребят. Поэтому когда приглашал я все с удовольствием согласились. И многие из тех, кто сегодня, почти по-моему все, играют на первенство города. И играют за сборную Крылья Советов. Вот мы выезжаем в районы, выезжаем в первенство, играем в России в финал. Приезжая сюда мы встречаем старых друзей, которых не видели много-много лет. У нас общий интерес, у нас общая история. Самара это прекрасный футбольный город. Я очень рад, что команда Крылья Советов находится в премьер-лиге. Надеюсь, она будет находиться там много-много лет. Это очень важно для российского футбола. После основного времени матча шоу продолжилось. Болельщиков ждали пенальти. Крылья Советов и здесь задавали тон. В итоге со счетом 3-1 хозяева праздновали победу на радость самарской публике. Кто бы ни победил, все они наши звезды, все они наши легенды. Мы их любим, уважаем, ценим и всегда на них ориентируемся. А вот профессионалам самарского клуба Крылья Советов в Петербурге не повезло. Они проиграли «Зениту» 1-2. Президент областной федерации футбола счет угадал. Только в зеркальном отображении. И теперь самарцы занимают в премьер-лиге 11 место. А чемпионы трех последних лет с берегов Невы продолжают лидировать в чемпионате России после 9 туров. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...